Проект благоустройства Звенигорода, жители города, разработали еще несколько лет назад, но тогда он не имел успеха. Команда профессионалов, которая пришла на помощь активистам, смогла кардинально изменить ситуацию. И вот уже можно констатировать, проект «Звенигород-гостиный город» стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и получил грант на реализацию, а это 140 миллионов рублей. Цель конкурса была создать общественные места на базе уже существующих мест привлечения горожан и туристов, а также создать новые смысловые маршруты по территории, которая была утверждена жителями города. Улица Почтовая, центральный сквер и пешеходный маршрут от Малинового оврага до городка. Эти территории заметно преобразятся, когда проект «Звенигород-гостиный город» будет реализован. Активности, зонирование по возрастам. При оформлении будут использоваться материалы, характерные для местности – камень, известняк, дерево. Главная цель – не просто благоустроить территорию, а современными способами подчеркнуть архитектурную самобытность. Новый дизайн-код для улицы Почтовой с сужением проезжей части за счет создания более широких тротуаров. Мы посмотрели, чтобы это не было с ущербом для проживающих жителей с автомобилями. Еще одно пространство, которое, собственно, уже по пути на городок, оно, к сожалению, еще не представляет такой заброшенной пустынь. Почему липо-чехал? Потому что, по преданиям, он любил там бывать, и мы считаем, что это некая такая духовная зона. Малиновый овраг уже расчистили от поваленных деревьев. Пешеходный маршрут до городка планируют сделать насыщенным, но с минимальным вмешательством в природу. На этой неделе проектное решение рассмотрят экспертный совет и Министерство благоустройства. Затем экспертиза торги и выход на территорию. Ориентировочно работы начнутся в конце апреля. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.